Привет, девчонки! Снимаю видео о покупочках для малыша и о том, какие я ему прикормки начинаю вводить. В общем, некоторые мне пишут, девчонки, некоторым это очень интересно. Мне самой было это очень интересно. Я, наверное, все видео пересмотрела в ютубе такого рода. И я думаю, что я буду снимать подобное видео. В общем, была я в Шиляве, в нашем дорогущем магазине. Кто зазраил, тот знает. Купила я ему игрушки и потратила там на игрушки и насоску на 100 баксов. То есть, там нереально дорогое, но это же... То есть, я не свои деньги платила, это на рождение ребенка. Мне подарили чеки именно с того магазина. В общем, первое я купила вот такую вот игрушку. То есть, нажимаешь и мишки всякие крутятся. Эта игрушка идет с 10 месяцев. Вот такая коробочка была. Тут написано... Тут написано с 10 плюс месяцев, но он уже и играет. Он становится на... лежит на животике. Ручка уже на одной руке держится, а второй... Вот я ему показала, что надо сюда нажимать. И он уже пытается вот так ударить. В общем, этой игрушкой мы довольны. Так, и вторая игрушечка. Это такая вот яркая. В общем, насколько я прочитала, детям интересны цвета именно красный. Красный, синий, черно-белый. В общем, это... Я не знаю, вы меня сейчас слышите, или игрушку. В общем, это штука такая остановить на столик, когда он кушает, когда он уже сидит. Он у меня еще не сидит, не держится сам. В общем, это на этот столик ставить. Он будет ручкой трогать, и ему должно быть интересно. Сейчас он на нее как-то не совсем сильно внимания обращает. Это идет 6 плюс месяцев написано. То есть, после полугода. В общем, тут музыка, всякие такие штучки. Это, кстати, снимается, и он может ее будет держать. Так, какую еще игрушку купила? Эта игрушка, сейчас вам скажу, идет 0 плюс. Ну, конечно, 0 плюс он еще не умеет держать. Но я думаю, что с 2-3 месяцев можно купить вот такую вот. Что такое? В общем, вот это вот парарезиненные штуки, он может это грызть своими деснами. И вот такая вот она интересная. В общем, он ее с удовольствием сейчас таскает. Не может понять, что оно двигается. В общем, ему это очень нравится. Так. Вот такую вот еще купила, как уже он называется, осьминог. Это идет в ванночку надо ставить. И, в общем, она там ножками дребезжит. Пробовала ему пару раз. Ему очень нравится. Он, внимание на эту всю игрушку, пытается ее схватить. В общем, довольна покупочкой. Так. И мячик. Он, наверное, стоил баксов 15, наверное. Нереально дорого. В общем, вот такой вот мяч. Это для развития моторики. То есть, он такой мягкий. Он с какими-то штуками. Это ему тоже очень нравится. Он постоянно. И, во-первых, удобно держать. Он еще не совсем умеет держать, но туда пальчики и помещается. Он, получается, он очень долго ее держит. Может, минут 20 держать. Тоже начиталась. Вот эта штука, повторюсь, развивает очень сильно моторику. И я довольна, что ее купила. Кстати, надо девчонке тщательно читать все инструкции. Потому что я когда принесла, я хотела ее помыть. Но у меня подруга взяла эту же инструкцию и прочитала, что ни в коем случае нельзя ее мыть. Потом, почему ее нельзя мыть? Потому что туда вода попадает, она преет. А ребенок потом может ее высосать. В общем, это все протирается влажной тряпочкой. Так, игрушка еще. Тоже полезная вещичка. Цепляется ко всему. На коврик наигральный, на кресло-качалку, на кровать, на мобиль можно прицепить, в машину. В общем, ему тоже нравится. Он там неосознанно еще, но иногда потянет и смеется. В общем, такой жирафик яркий. Так, с игрушками все. Покажу вам, что прислали мне с Америки. Подарок. Это комбинезон. Он идет на 12 месяцев, но я думаю, что он в полгода уже туда точно влезет. В общем, обычный такой комбинезон. У меня, кстати, не было... Оно очень качественное. Вот, наверное, эта фирма. Я не знаю такой фирмы. Материал очень приятный. У меня ни одной вещички не было вот такой вот качественной. Мне понравилось. Так, и с 4 месяцев надо... У нас тут в Израиле доктора говорят, надо капать железо. Вот такая вот баночка жидкая. С 4 месяцев до полгода по 3 капли в день. А уже после полгода 6 капель. Это ужасно. Оно как йод идет. Очень пачкается. Мы уже несколько вещей выкинули. Поэтому надо это делать или в ванночке, или до ванны. То есть, не дай бог, чтобы у него там слюнка не потекла. Потому что отстирать это невозможно. Так, и примерно... У меня почему-то малой стал очень плохо набирать вес. Где-то с 3 по 4 месяц он у меня набрал всего лишь 100 грамм. Это вообще ничего. И где-то с 4... Короче, за 2... В общем, за 2 месяца где-то в общем сложности он у меня набрал полкилограмма. Это считается очень мало. Хотя мне кажется, что у меня молоко есть. Я не знаю, от чего это зависит. Может, я не доедаю. Хотя я всегда сытная. Я очень стала быстро после родов... В общем, я выписалась. Я была 84 килограмма. И вот неделю назад я была 68. То есть, да, примерно... Сколько? 16 килограмм я потеряла. То есть, я очень быстро интенсивно худела. Не знаю, почему. У меня такая была своеобразная диета. Я ем много, но маленькими порциями. Я могу 6-7 раз покушать. Но очень маленькими порциями. Прям совсем вот как с кулачок. Сейчас я себе докупила кучу шоколада, мороженого. И сейчас кушаю, 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 чтобы, может, молоко было пожирнее. Я не знаю. И набрала уже 3 килограмма. То есть, сейчас я вешу уже 71. Но ребенок также не поправляется. Поэтому мне доктор посоветовал ему давать уже прикормку. И искусственное молоко. Искусственное молоко я купила изначально вот такой вот... Нет, не купила. Это мне и подарили. Симилак. Я думаю, что он известен во многих странах. Симилак. Ничего не могу сказать. На вкус вкусненькое. Как ребенку не знаю. Так. Вот такую вот я купила еще матерну. Тоже ничего не могу сказать. Он как бы все кушает. И мы были у доктора. Девчонки, кто с Израиля и хочет на халяву получить вот такие вот прикормки. Это наша израильская фирма ТЭВА. Просто приходишь и говоришь, я хочу что-то попробовать другое. Какой-нибудь корм. И вам дают бесплатно. Потом еще тут есть телефон. Вы можете позвонить и попросить. Вам еще пару банок дадут бесплатно. В общем, что могу сказать за эти корма. Он у меня кушает только когда сильно голодный. То есть, в основном он просит грудь. То есть, а мне надо два раза в день хотя бы ему давать эти корма. То есть, это проблематично. Я его таскаю, пока он не проголодается. Он просит грудь. Я ему не даю. Вот когда он сильно-сильно голодный. Только тогда он начинает кушать это. Так. И доктор мне еще посоветовал купить ТОМИ ТИПИ. Вот такой вот фирмы СОСКУ. Она идет как форма груди. То есть, она такая пухленькая. И тут силиконовая, очень мягкая. Я вам в прошлом видео про покупки для малыша или в каком-то из видео показывала СОСКИ. Две, да? Какие. Одна хорошая, одна плохая. Так вот эта вот, третья СОСКа, это самая-самая лучшая. Я уже поняла. Ребенок сразу же к ней присасывается. И я когда давала другую свою СОСКУ, он и не отказался. То есть, она дорого стоит. Ее тоже долларов 15. Но я считаю, что вот такую изначально надо СОСКУ покупать. Так. И купила насадки к этой же СОСКИ. Только это идет с большей дырочкой плюс 6 полгода, плюс 6 месяцев. Так. И насчет прикормка. Прикормов. Вот такое вот я взяла попробовать. Яблочное пюре. Еще не открывала. Не могу ничего сказать. И от Матерна взяла морковку. Вот этой баночкой он почти съел. Тут осталось на... В общем, этой баночки примерно на 3-4 раза. В общем, я ему дала пару дней назад. У него выскочила какая-то аллергия на ножках. В общем, сейчас я ему даю каждый день по ложечке, чтобы он привык к этому. То есть, я считаю, что нельзя вот аллергия выскочила и прекращать вот это. Нет. Тут советую так. Если выскочила, передождать, когда пройдет эти прыщечки. И дать еще, чтобы организм привык. Так. Ну, в принципе, все, девчонки. Вы поделитесь тоже своим опытом. Кто рожал, кто кормил грудью. С чего вдруг он не набирает вес. И вообще без понятия. Обидно. Я хотела до полгода его кормить. Как бы только молоком. Но, как видите, не получается. Поэтому напишите в комментариях, что вы думаете. И как. Мне будет интересно почитать. Ну, надеюсь, вам было интересно. Спасибо.